Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем цикл наших встреч, посвященных современным международным отношениям и БРИКС. Сегодня тема нашей встречи – Индия и БРИКС. А в гостях у нас кандидат исторических наук, доцент кафедры регионоведения и цифровой гуманитаристики Института международных отношений, истории восстановления Казанского федерального университета Галиуллин Марат Зуфарович. Добрый день, Марат Зуфарович! Здравствуйте! Я бы хотел начать с вопроса относительно истории Индии как государства и о том, есть ли у Индии, на ваш взгляд, какое-то обособленное собственное понимание внешней политики. Потому что, допустим, в теории международных отношений часто говорят, особенно западные теоретики, о том, что крупные государства в принципе действуют согласно единой какой-то логике. И в связи с этим, интересно было бы ваше мнение относительно того, насколько все-таки специфической, обусловленной культурными историческими традициями является индийская внешняя политика, и как государство Индии развивалось в последние десятилетия и появилось. Спасибо большое за вопрос. Индия действительно уникальное государство древнее, с древней историей, с которым может посоперничать с государствами древней Месопотамии, Китая, древнего Рима, древней Греции, но в то же время есть определенный казус. Это довольно-таки молодое государство с точки зрения суверенитета. Ему всего лишь 77 лет. День рождения этого государства, в общем-то, произошло 15 августа 1947 года, когда они получили статус доминиона от Великобритании. И фактически, в общем-то, да, это можно было говорить о начале существования, в общем-то, современной Индии, которую мы знаем, в тех границах, которые, в общем-то, сейчас это государство существует. Но реально, в общем-то, независимость этого государства происходит после того, когда появляется первый законодательный акт. Это Конституция Индии 26 августа 1950 года. И вот с этого времени можно говорить, что полный собственностью, в общем-то, да, это государство стало независимым. И как уж понятно, первые люди, которые были руководителями этого государства, в общем-то, да, они были идеалисты. Они хотели сделать Конституцию уникальной и, в общем-то, прописать все, что, в общем-то, в нее возможно. Взять самое лучшее из Конституции других государств. И что самое удивительное, в общем-то, да, Индию часто называют самой большой демократией. И это справедливо, потому что, да, эта Конституция имела 395 статей. Ну вот, например, в преамбуле этой Конституции написано, что все граждане Индийской Республики, в общем-то, да, равны перед законом, да, нет никакой дискредитации и дискриминации по половому, по национальному и по кастовому признаку. Но от касты было тяжело отказаться, на самом деле, да. Это, в нашем понимании, в общем-то, сегодня каста, как бы, да, это профессия. А для индийцев, в общем-то, да, каста — это гораздо глубже. Это варновое общество, которое предполагает, что люди есть чистые и нечистые, в общем-то, как таковы. Четыре варны, которые сегодня, на сегодняшний день существуют, и неотмененные, это у нас брахманы, как правило, люди, которые являются учителями, священнослужителями и чиновниками. Вторая — это кшатри, это воины и правители. Следующая — вайши, каста торговцев, в большей степени здесь была представлена, и шудры — это те люди, которые, в общем-то, занимались земледелием и торговлей, но не владели землей. Вот, вайши в большей степени не владели землей, а шудры не владели землей, только ее обрабатывали. И была еще одна, скажем, такое общество, которое на сегодняшний день представляет примерно 20% населения страны — это долиды, неприкасаемые. Как раз-таки они больше всего и знают, и говорят о том, что вот так, как раз-таки это самая бедная часть населения. Но вот я хотел бы сказать, в общем-то, да, в оправдании именно этих долидов, основателем, в общем-то, да, и человеком, который написал конституцию, был Химрау Амбеткар. Еще его называют доктором Амбеткаром, потому что он был доктором юридических наук и получил высшее образование в Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Но его детство проходило очень тяжело. Он как раз-таки был из долидов. Его отец был крупным торговцем, в общем, получал хорошие подряды от англичан. И на этом смог хорошо заработать. Да, смог дать своему сыну хорошее образование, качественное в колледже. Но своеобразие, в общем-то, обучения Химрау состояло в том, что, в общем-то, да, он не видел своих сокурсников в кабинете. Да, он сидел за ширмой, потому что человек был из низшей касты, да, и брахманы его не могли видеть. То есть для них, в общем-то, да, прикосновение, скажем так, да, или нахождение близко с этими людьми, в общем-то, да, нарушало карму. Вот и, соответственно, в общем-то, да, ему очень тяжело это давалось. И вот всю свою, скажем, такую нелюбовь к этой кастовым строю, в общем-то, да, он отразил. Но прописав просто так это в словах, отмена касты, это никак не реализуется в жизни. В реальности это невозможно было сделать. И потому уже в определенных частях этой работы, Конституции, да, появлялись разделы, где, в общем-то, предполагалось, что за долидами, которые являются людьми из низшей касты, бронировались места в высших учебных заведениях, в законодательных органах и в других органах власти, панчаятах, это местных органах власти. Вот и, соответственно, в общем-то, можно было говорить о том, что та идея, которая изначально была реализована, хотела быть реализована, не получила продолжение. Потому что сегодня мы видим, что примерно 20% населения этой страны являются людьми низшей касты, и не входит в арновое это общество. И до сих пор сегодня, в общем-то, эту проблему решить невозможно. И вот с таким бэкграундом, в общем-то, да, если так можно сказать, Индия выходит на мировую арену, да, и что-то хочет предложить. Вы правильно говорите о том, что это большая, великая, скажем так, да, держава, но опыта у нее пока мало. Дело в том, что до 1947 года, да, более 100 лет, в общем-то, это государство было частью составной Британской империи. Британия была метрополией. И, соответственно, 300 лет до этого, в общем-то, да, это государство было частью другой империи, в общем-то, да, это великих моголов, когда мусульмане правили индусами. И вот, опять-таки, говорю, если сравнивать с другими государствами, да, вот сейчас часто говорят про Российскую Федерацию, ее путь, двуглавого орла, который направлен на Запад и на Восток, вот, Индия тоже в таком же поиске, и ей тоже необходимо что-то предложить. Она только делает первые шаги. А вот, Марат Суфарович, в связи с этим, получается, что такого сплава правовозглашаемых в Конституции демократических ценностей и, ну, ткастовой системы, которая обусловлена историческим развитием, ну, в принципе, не может быть и не получилось. И в связи с этим у меня вопрос, а вот в среде тех людей, которые принимают важные политические решения, там есть какие-то лифты, или все-таки это группа лиц, которые занимаются внутренней и внешней политикой, к которой мы сейчас перейдем, которые все-таки обусловлены кастовой системой? Ну, вот давайте начнем с самого начала, в общем-то, да, кто был премьер-министром, в общем-то, скажем так, да, руководителем этого государства? Брахман Джавархал Неру. Настоящий истинный брахман. Вот, да, и до последнего своего дня, в общем-то, да, он не отказывался от этого статуса и, в общем-то, везде показывал, говорил об этом. Да, действительно, лифты, в общем-то, для индийцев есть. Вот, то, что для них бронируются определенные места, но часто этим пользуются, скажем так, да, люди, которые более изощренны в политической жизни, в общем-то, и выкупают эти места. Вот, обратите внимание, да, в Казани на сегодняшний день огромное количество студентов учатся, да, из Индии, в основном в медицинском университете. Это те люди, которые в большинстве своем получили квоты на образование, и государство платит за их образование. И причем самое интересное, да, не хочется, конечно, говорить о каких-то расовых предрассудках, но все-таки, да, брахманы всегда отличались светлым цветом кожи. Они себя азотировали с ариями, а те люди, которые были аборигенами на этой территории, да, они имели темный цвет кожи. И вот к нам как раз-таки приезжают ребята из низших каст. То есть, получается, можно сейчас констатировать, что внутренняя и внешняя политика Индии все-таки определяется в большинстве своем людьми, которые по происхождению являются, как вы уже упомянули, брахманами. Ну, несмотря на демократический характер Конституции, несмотря на то, что Индия высказывает приверженность, ну, таким трендам, мегатрендам, то, что демократия, там, человеческое, индивидуальные такие особенности, они очень важны. И все такое, что мы открыли в 20-м, во второй половине 20-го века, ну, может, чуть раньше. Ну, давайте вот скажем как раз-таки, да, на примере этого Химрау Амбиткара, да, доктор, уважаемый человек, вот, в конце своей жизни принимает буддизм, потому что в буддизме нет кастовых различий. И призывал к этому, и очень щепетильно, скажем так, относился к этим традициям, вот, да, поддерживал, в общем-то, да, буддийские традиции. Дело в том, что, в общем-то, да, есть еще один герой, о котором необходимо упомянуть, вот, правда, он вышел из, скажем так, касты торговцев, вот, да, и у него было, в общем-то, все замечательно. Хорошо, это Махандас Крамчан Ганди, вот, да, Махатма Ганди, душа и духовный лидер, скажем так, да, свободной Индии. У него судьба тоже очень интересная, папа у него был министром, занимал несколько министерских постов в разное время, в общем-то, да, был зажиточным торговцем, родственники были зажиточные торговцы, и могли дать ему хорошее образование. Он действительно тоже получил хорошее образование юридическое, вот, в Великобритании, и по распределению попал в Южноафриканский союз. Это государство, которое является Южноафриканской республикой на сегодняшний день, да. Мы знаем, что там была политика апартеида, вот, и первое, с чем он столкнулся, когда он первым классом в поезде ехал до притории, зашел проверяющий и сказал, почему вы занимаете это место здесь, вам не положено здесь находиться, потому что вы являетесь человеком, извините меня, второго сорта, вот. И вот, как раз-таки, если говорить про Южноафриканский союз, да, это государство, там люди разделялись по политике апартеида на несколько тоже уровней. Белые люди, в общем-то, да, это англичане, скажем так, голландцы, немцы, в общем-то, люди первого порядка были. Вот, индийцы, приезжие, в общем-то, с Индостана, пакистанцы, вот, мусульмане, это люди второго порядка, кули были. И самые низшие, скажем так, каста людей, которая там была, в общем-то, да, это чернокожие люди, которые проживали в Бандустанах, которые вообще не могли даже попадать в города, пока у них не будет пропуска для того, чтобы выполнить какую-то определенную работу. Вот Махандас Карамчан Ганди, в общем-то, да, вот в этой, скажем так, конве развивался, развивался как политический деятель, борьбе, в общем-то, да, за свои права. И когда он приезжает в Индию, да, в 1915 году, вот, он уже, в общем-то, довольно-таки известный политический деятель, уважаемый, но все-таки не свой. Почему? Потому что, как раз-таки, этот человек пытался бороться с традициями. И вот, например, Джава Халнеру в своих мемуарах, да, говорил о том, что есть такие определенные моменты, да, которые на самом деле, да, мною не поддерживаются, вот, да, потому что вот эта любовь, скажем так, к людям низшей касты, проживание в домах, где, в общем-то, да, останавливался, селился, делил кров, еду Махандас Карамчан Ганди, да, он не приветствовал, честно. И вот, если вспомнить историю Индии как таковой, такое складывается впечатление, что она развивалась не благодаря, а вопреки. Потому что определенные вещи, например, вот самый известный соляной такой бунт, когда Махандас Карамчан Ганди собирает людей из столицы, идет на Малабарское побережье Индийского океана, выпаривает соль. Традиционная деятельность, в общем-то, индийцев как таковая, вот, но не пользуется железной дорогой. То есть, просто говорить, что мы не будем пользоваться всеми благами вот этой цивилизации, которая пришла к нам от англичан, вот, да, и одежду мы не будем покупать, и все, что произведено англичанами, скажем так, да, мы будем бойкотировать для того, чтобы, в общем-то, скажем так, создавать свое независимое государство. Но так получилось, что Индия получила наследство от, ну, из самых хороших железных дорог от англичан. Пускай это было построено, конечно, жизнями, кровью, в общем-то, самих индийцев, и они пользовались ею до 70-х годов. Это государство было самой разветвленной системой железных дорог. Вот Ганди хотел построить ткацкую республику такую, скажем так, да, где люди бы сами себе добывали пропитание, могли бы шить одежду, потому что, например, в мемуарах той же самой Индиры Ганди, премьер-министра, да, будущего Индии, она вспоминала, как папа, в общем-то, да, потакая, скажем так, прихоти вот этого старика, как она говорила, да, да, а именно, ну, они представляли его как старика. Мне приходилось сжигать кружевную одежду и красивую английскую, в общем-то, да, вот эти наряды, и она очень сильно сокрушалась и плакала по этому поводу, вот. Но традиция, скажем так, вот эти устои, единство мнения, в общем-то, да, предполагало, что индийцы, да, должны по этому пути идти, это путь к победе. А что можешь сказать о современном руководстве? Современное руководство, они не сильно показывают, на самом деле, да, из каких... Они каст, ну, любой человек, который, в общем-то, проживает в Индии, он без труда, посмотрев с ног до головы на человека, да, может сразу понять, из какой каст это человек, реально. Вот сейчас, на самом деле, да, это стараются нивелировать, потому что в городах у тебя никогда не спросят, кто ты, из какой касты и так далее, но все равно глазом проведут и скажут, ну, мы понимаем, откуда, что и как, вот, да, и так в любом обществе. Но в сельской местности каста, скажем так, да, джати, варна, вот, да, она имеет очень большое значение. То есть, вот, эти традиции сохраняют. А так, как сегодня Индия — это аграрное государство, и большая часть населения все-таки проживает в сельской местности, вот, получается, что они... Все это действует. Да, да, да. Исходя из той логики повествования, которое вам было озвучено, ну, значит, Индия является уникальным государством в международной арене, и в связи с этим, есть ли какой-то мессианский проект у Индии во внешней политике, как Индия уникально смотрит на свое место в мире, и как Индия смотрит на государство. Здесь очень важно на те государства, которые являются сильными, если можно такую общую характеристию дать, и на те государства, которые являются, вот, так скажем, менее влиятельными в международной политике. Спасибо за вопрос. Он, знаете, такой, с одной стороны, простой, с другой стороны, сложный, потому что мессианский, в общем-то, да, в понимании, скажем, Индии сложно себе представить. Вот. Ну, все-таки закрытые. Они, да, они обращены вовнутрь. Вовнутрь. Да. В большей степени, в общем-то, да, они пытаются сохранить свою вот эту харму, карму, скажем так, да, в общем-то, не нарушить ее. Потому что человеку, который, в общем-то, из высокой касты, которая нарушает ее, он может спуститься на более низкую ступень, да, в следующей жизни, перерождении. А человек, который на самой низкой находится ступени развития, в общем-то, да, как они считают, кастовой, он может родиться в следующей жизни уже не человеком, а вообще каким-нибудь животным там. Не дай бог еще, в общем-то, каким-то насекомым, вот, которого могут раздавить. Вот в этом определенная проблема. Ну, вот то, что вы говорите мессианское, да, первое, что на ум приходит, это понятие движения непросоединения. Индия, в общем-то, да, была законодателем моды создания, в общем-то, вот этого движения наряду, в общем-то, с другими лидерами. Это Иосиф Бужустито, Камаль Абдельнасар, вот, начиная с 1956 года, вообще, на самом деле, она, организация оформила в 61-м году ответом на блоковую систему, которая, в общем-то, в этот период сложилась. Это блок НАТО, в общем-то, да, и блок Советский, в общем-то, да, Варшавского договора. И вот Индия, как раз-таки, сказала о том, что мы не будем вступать в эту блоковую систему. И на сегодняшний день эта организация существует, худо-бедно, как бы, слышно, у них какие-то сессии проходят, в общем-то, но там на сегодняшний день 120 государств. То есть это очень значимое, в общем-то, да, по количеству силы. И штаб-квартира, эта организация находится в Нью-Йорке. И, как правило, в общем-то, они собираются перед Генеральной Ассамблеей, в общем-то, Организации Объединенных Наций и консультируются и согласовывают свои действия, вот, по определенным вопросам, которые их интересуют. И вот внеблоковый статус, скажем так, да, это определенная такая мессианская, вот, именно, модель Индии. Вот сегодня мы говорим о том, что Соединенные Штаты Америки пытаются азиатское НАТО создать. И часто об этом говорят, да, ну, там уже предполагают, какие государства там. Япония будет, да, Южная Корея собираются видеть, у нее Филиппины, вот, может быть, Вьетнам, ну, и Индию хотят видеть. Почему? Потому что Индия, в общем-то, да, государство, которое имеет пограничные проблемы с Китаем. А так как население довольно-таки большое, и там больше миллиарда, да, население миллиард 400 миллионов человек, и здесь тоже сопоставимо, в общем-то, да. Ну, если такое создавать форпост противодействия Китарям, то без Индии, конечно же, не обойтись, учитывая, что, кстати, Индия очень чувствительна в вопросах с Китаем. А с другой стороны, она вполне выстраивает и с Великобританией взаимоотношения, и с Соединенными Штатами Америки достаточно сбалансированные. Поэтому они, конечно, будут иметь в виду ее, наверное, да? Да. Согласен. Но вопрос к тому, что будут ли они, в общем-то, да, идти на поводу у зарубежных государств, скажем так, да, западных государств. Да, исходя из той концепции, которую вы сказали, как бы быть не то чтобы над, но вне вот этой традиционной схватки, где есть блоки, враги, оппоненты. Это вот, кстати, очень интересная особенность, которую вы подчеркнули. Я бы с другой стороны, на самом деле, посмотрел, да, вот то событие, которое было в прошлом году, вот, да, когда нынешний премьер-министр, вот, переизбранный, в общем-то, да, совсем недавно, в мае этого года, на Рендра Моди, вот, который уже правит довольно-таки давно уже, да, порядка там 10 лет, вот. Вот, вот, он провел групповое занятие йогой на поляне перед Организацией Объединенных Наций в Нью-Йорке. И там было собрано порядка 180, в общем-то, дипломатов, которые приняли в ней участие. Вот, если мягкую силу, как таковую, Индии считать, то вот йога, наверное, таким является. Вот, вот, раз уж мы говорили о политической, скажем так, истории, да, Индии, надо сказать, что долгое время отцы-основатели индийского государства хотели отказаться от английского языка. Английский язык, как вы понимаете, это язык колониальной империи, в общем-то, метрополии. Негоже разговаривать на этом языке, вот, хотели всех переучить на хинди. Огромные деньги, огромные средства вкладывались, чтобы, действительно, и чиновников переучить, в общем-то, да, и людей на местах, вот, для того, чтобы они изучали хинди. Но сегодня на хинди говорит всего лишь 40% населения Индии, вот, да, и они скрывают эту информацию, но, в принципе, во многих словарях, во многих сборниках говорится о том, что на английском языке говорят гораздо больше, чем на хинди. Вот, и сегодня 22 государственных языка в разных регионах, штатах, в общем-то, и союзных территориях, которые применимы наравне с хинди и английским языком. И вот даже первая конституция, которая была написана в 1949 году, да, в 1949 году и вступила в действие 26 января 1950 года, как я уже говорю, да, это день республики, вот, она писалась на хинди и на английском языке. И соответствие вот хинди и английского языка, да, очень было правильно выверено, скажем так, чтобы все соответствовало, в общем-то, да, этому языку. До 60-х годов они пытались отказаться от английского языка, не смогли. Сказали, что в конце концов, пускай он остается, пускай он будет вторым государственным. И на сегодняшний день, наверное, да, опять-таки, вопреки, не благодаря, а вопреки, скажем так, да, это является языком коммуникации. Очень просто индийцу, приезжая в какую-то другую страну, в ту же самую Великобританию, в европейские государства, в Соединенные Штаты Америки, говорить на английском языке, потому что для него он практически родной. Исходя из того, что, в принципе, Индия, безусловно, воспринимает как себя цивилизацию, отдельную цивилизацию, исходя из опыта движения неприсоединения, можно сказать, что вот пресловутые идеи многополярности, полицентричности, миров международных отношений, они Индии подходят как никогда. Да, потому что, ну, тот рывок, который сделан был за последний год, за последние десятилетия, во-первых, как я уже сказал, показывает, что Индия многогранная, страна, как любая страна с проблемами, но с культурным изяществом, с пониманием своей самости, и одновременно с этим она активна в международной повестке и понимает, что есть много центров силы. То есть вот эта идея многополярности, полицентричности, безусловно, устраивает индийское руководство. Бесспорно, конечно. Они же, видите, если посмотреть, во многих организациях участвуют. Шанхайская организация сотрудничества. С 2017 года, в общем-то, Индия наряду с Пакистаном, в общем-то, является участником этой организации, потому что вопросы безопасности там решаются. Табуированная тема, в общем-то, военных союзов, как таковая, но остальные все открыты, пожалуйста, организации объемных наций. Кстати, Индия хотела бы большего участия в этом. Есть определенная несправедливость по отношению к Индии. Вот товарищ Сталин, в общем-то, посодействовал, чтобы Франция, не будучи, скажем так, победителем, реально победителем, в общем-то, Германии, стала полноправным участником с правом ВЕТа в организации объемных наций в Совете Безопасности. Вот. А Индия не получила такого статуса, хотя она принимала непосредственное участие во Второй мировой войне в рамках Британской Индии, в общем-то, как составная часть, в общем-то, большой империи, и потеряла большое количество граждан своих. Вот. Это порядка 87 тысяч человек в этой войне. Вот. И она более достойна была бы быть представлена в этой организации. И еще, заметьте, один определенный нюанс, который, в общем-то, есть по Совету Безопасности и непосредственно постоянных ее участников. Эти страны, пять государств, которые были и являются ее участниками постоянными, они были обладателями ядерного оружия до 1968 года, когда появился договор о нераспространении ядерного оружия. Индия стала обладателем ядерного оружия в 1974 году. Чуть-чуть не успела, реально. И наряду, в общем-то, с Пакистаном в 1998 году, когда Пакистан провел испытания, в общем-то, в пустыне своего ядерного оружия, они тоже продемонстрировали, что оно у них есть. И вот на этом, скажем так, да, этой позиции, этом статусе они хотят быть полноправными членами, в общем-то, да, этой организации. И Россия очень серьезно поддерживает эту точку зрения, в принципе, да, решить вопрос справедливости, скажем так. То есть прорваться в Совбез. Да, 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 прорваться Совбез наряду, в общем-то, с другими государствами, которые туда стремятся. Действительно, у Индии на сегодня полицентричный взгляд на многие вещи, они не отказываются ни от чего. Они готовы, в общем-то, сотрудничать, да, если это не будет касаться, в общем-то, вопросов их безопасности. И если посмотреть, в общем-то, на взаимодействие с государствами, с которыми они граничат, проблемы серьезные есть только с Пакистаном и Китаем. Вот, но с Китаем, в принципе, на мой взгляд, в общем-то, да, их можно нивелировать, если договориться. Вот мы с вами уже зафиксировали, что Индия манифестирует свою вовлеченность в международные процессы через активное членство в международных организациях при сохранении собственной идентичности. И БРИКС. Для чего Индии БРИКС? Как она видит свое место БРИКС? Мы знаем, что фундаментом БРИКС является Индия и развивающаяся важная организация, в которой нужно быть, либо там какие-то собственные цели. Давайте постараемся начать, в общем-то, да, с самых истоков этой организации, потому что все почему-то говорят о БРИКС, начиная его с 2009 года, да, БРИК, как таковая была, да. Потом Южно-Африканская республика, в общем-то, примкнула, да, в 2011 году. Но все забывают, что была такая организация РИК, вот, да, которая существует фактически с начала 21 века, ну, где-то примерно с 2002 года. Это Россия, Индия, Китай. И вот взаимодействие вот этих трех экономик, в общем-то, да, стало, как вы говорите, действительно, в общем-то, фундаментом этих взаимоотношений. Изначально она рассматривалась как организация по безопасности, вот, в борьбе с наркотрафиком, вот, да, экономической составляющей, конечно, в общем-то, да, инновационная, вот, логистическая. Безопасность стояла превыше всего, честно скажу. Почему? Потому что эти государства, в общем-то, да, многонациональные, не поли, скажем так, религиозные. Для интереса вот скажу такую вещь, что Индия на сегодняшний день можно ее считать мусульманской страной. Многие поспорят, да, ну, примерно 200 миллионов мусульман проживает на территории этого государства. Это довольно-таки много. Вот, сейчас будет перепись населения проведена, вот, в следующем году, и, наверное, мы более точную картину увидим. Но по количеству мусульман на своей территории она уступает Индонезии и Пакистану. То есть может поспорить с государствами, которые истинно мусульманские, в общем-то, да, это Египет, к примеру, да, и Бангладеш по тому количеству населения, которое у нее есть мусульманское. И вопросы мусульман тоже необходимо решать. И, как вы понимаете, в общем-то, Центральная Азия, которая, в общем-то, тоже обрела свою независимость, да, и смотрела на какие-то определенные, в общем-то, ваххабитские такие течения, нормально, скажем так, да. Решать вопросы нераспространения вот этих тенденций у себя было важно. Вот с 2017 года этот вопрос теперь решается в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Но изначально, в общем-то, да, РИК была создана именно для этого. В последующем, конечно, мы понимаем, что Бразилия была принята туда, в эту организацию, в общем-то, и было более-менее понятно, эксперты говорили, почему. Это государство туда выпадает, потому что это государство богато ресурсами, водными ресурсами, точно так же, как Россия, вот, да, и она представляет другой континент. И вот не хватало только, скажем так, Африки, африканского континента, в общем-то, да, и выбор пал на Южноафриканскую республику. Почему? Потому что, опять-таки, очень серьезные, большие связи с Индией, и большая индийская диаспора, скажем так, проживает на территории этого государства. Вот, духовный лидер, скажем так, да, современной Индии, долгое время проживал, 20 лет, да, отдал и своей жизни, в общем-то, да, Южноафриканскому союзу и Южноафриканской республике, как сегодня ее называют. Вот, и, соответственно, выбор, в общем-то, на это государство пал. Вот, в этой связи, в общем-то, скажем, Индии гораздо проще коммуницировать, да, будучи составной частью крупной большой организации. Многие смеялись, и сегодня, в общем-то, да, есть какие-то такие разговоры о том, что, да нет, у них ничего не сложится, это организация аморфная, у нее устава нету. Но то, что уже, скажем так, да, появляется банк, платежная система, да, которая конкурирует со SWIFT, о многом говорит реально, здесь перспективы очень большие, широчайшие для Индии. Индия себя видит, как, в общем-то, столб этой организации. Ну, еще, знаете, вот, когда вы говорите фундамент, вы сказали о фундаменте, да, все-таки брикс сочетается с английским словом кирпичики, да, как вы понимаете, кирпичи. И вот я хотел бы, чтобы эти государства, пять государств, которые были основателями, да, этой организации, они были фундаментом. А другие государства, в общем-то, да, были надстройкой. Вот, это мое личное такое пожелание, вот, и все-таки, наверное, действительно, в будущем мы должны увидеть, что у нее появится какая-то организация в форме, в общем-то, устава и определенных требований к ее участникам. И пока, да, это действительно вот так вот, больше клуб по интересам. Хорошо, а говоря о внутренней структуре БРИКС, вот Индия, с кем более, с кем менее интенсивные взаимоотношения, ну, прежде всего, в экономическом, наверное, поле? Или какая еще есть линейка взаимоотношений, направлений в рамках БРИКС, в которые Индия максимально активна? Ведь они же не совсем равномерны, эти взаимоотношения между государствами. Вот Индия с кем меньше, с кем больше коммуницирует и по каким вопросам? В рамках БРИКС, конечно, в общем-то, мы видим желание Индии взаимодействовать с африканскими государствами. Они видят очень широкий рынок сбыта для себя, Южноафриканская республика, в общем-то, вот, это проводник политики Индии. Предыдущий президент, в общем-то, да, Южноафриканская республика Джейкоб Зума, помню, очень сокрушался, когда говорил о том, что китайцы пришли на наш рынок и вытеснили местных, в общем-то, торговцев, которые занимались всегда традиционными вещами, производством одежды той же самой, да, то, что китайцы вытесняют традиционные, в общем-то, да, сферы деятельности местного населения. С индийцами такого нету, с индийцами нам более комфортно заниматься, они говорят. Индийцы понимают нашу суть, как таковую, да, и вот африканский континент, скажем так, да, на сегодняшний день это самое, ну, приятное, в общем-то, да, континент для деятельности Индии. Вот есть такой журнал, в общем-то, да, экономический, БРИКС как раз-таки, я для себя его открыл там в 18-м году, и там целый год был посвящен именно интересам БРИКС в Африке. Я для себя открыл очень много нового. Оказывается, в общем-то, на сегодняшний день Индия и Китай практически во всех государствах пытаются взаимодействовать, да, разделяют сферы отраслей, каких-то услуг, в общем-то, да, коммуницируют и в то же время пытаются обойти вот эти острые углы, деля вот этот рынок. Мы на этот рынок, да, Российская Федерация только приходим. Мы его утратили, когда был Советский Союз, в общем-то, да, понятно, что у нас там взаимодействие было больше по политической части, скажем так, да, вот, экономические там были кредиты, которые были практически невозвратные, вот. Потеря на взаимодействие после, значит, распада Советского Союза. Да, 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 то есть мы многие долги такие простили, вот, китайцы и индийцы приходят туда всерьез и надолго, вот, да, и прощать долги не хотят, как таковое, да, вот, вот, и индийцы заходят более мягко. Причем этот рынок, он более приоритетен и более понятен для африканцев, потому что они предлагают те товары, которые, в принципе, пользуются сами индийцы. Вот мы не видим, например, на нашем рынке индийских автомобилей, зато видим их очень много китайских автомобилей. Почему? Потому что они адаптированы по тот климат, климатические условия. То есть, по большому счету, они упрощены, они дешевые, скажем так, да, они конкурентоспособны, вот, то, что могут купить африканцы. Африка — это на сегодняшний день большой рынок сбыта, вот, население огромное, и оно будет расти, и растет, вот, жизненный уровень повышается. Вот, мы говорим о государствах G20, да, о развитии около 7% Индии, да, один из самых лучших показателей. А там есть государства, которые на сегодняшний день такие же показатели, близкие, как индийским, в общем-то, да, и развиваются очень хорошими темпами. Африка — это на сегодняшний день. В какой-то степени, но вот эти противоречия сейчас в какой форме находятся, на какой стадии, ну, и БРИКС смягчает ли эти противоречия? Спасибо, интересный вопрос. Ну, давайте опять от истоков, да, будем говорить про отношения пограничные между Китаем и Индией. Вот, два конфликта было, серьезных конфликта, вооруженных, в общем-то, продолжительных таких, скажем так, да, в 60-е годы. Это в 62-м году и в 67-м году. Но тогда можно было говорить о том, что при участии Советского Союза и Соединенных Штатов Америки Индия не потеряла лицо. По крайней мере, смогла свести вот эти конфликты в ничью для себя, да, но определенные территории она утратила. Вот сейчас спорно есть территория, называемая Аксайчин. Это примыкающая к землям Ладаха, индийским провинциям, в общем-то, да, соляная пустыня. Но на самом деле, по большому счету, она относится к тибетской возвышенности. То есть китайцы, так как Тибет считает своим, в общем-то, да, они говорят, мы претендуем и на эту территорию, хотя там люди не проживают. То есть соляная пустыня, определенным образом, непригодная для жизни, но очень важная с точки зрения стратегической, да. Это истоки определенных рек, которые являются важными для плодородия земли. Ну и еще, что очень важно, в общем-то, в этой связи, вопрос самого Тибета как таковой, он остается открытым. Тибет спорная территория, как индийцы считают, и должен быть независимым от Китая. Китай, по сути дела, это государство аннексировал, вот, да, зашел туда войсками. И если так, кому интересно, в общем-то, будет, есть такой хороший фильм «Семь лет в Тибете», в общем-то, да, с Брэдом Питтом. Вот как раз-таки Брэду Питу, как актеру, ему въезд в Китай противопоказан. Да, 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 противопоказан, на самом деле, да, ему нельзя приезжать, потому что он в свое время встречался с Далай-Ламой, советовался для того, чтобы войти в образ, в общем-то, наставника Далай-Ламы, кого он там играл. Играя, да. Владению вот именно Тибетом со стороны Китая. Это вот такое противоречие. Вот я сказал про два конфликта, которые, в общем-то, были до 68-го года, до того, как, в общем-то, государство было, стало ядерным, да. На сегодняшний день был серьезный конфликт в 2020 году. С мая месяца по сентябрь 2020 года пограничный конфликт между Индией и Китаем. И здесь уже довольно-таки все было серьезно. Это два ядерных государства. Потери были небольшие, на самом деле, да, не скрывает, ну, порядка 100 человек с обеих сторон. Но все-таки эти стычки, в общем-то, могли привести к серьезному конфликту. Вот после этого конфликта, да, министры иностранных дел Индии и Китая встретились и сказали о том, что проблему спорных территорий они отложат старшим, более молодому поколению. Заморозим. Да, да, заморозим эту проблематику, в общем-то, да, отложим ее в сторону и будем взаимодействовать как добрососедские государства в экономической сфере. В политической сфере есть проблемы. В экономической сфере, в принципе, здесь проблем нет. Вот, да, здесь рынки... Сближает, то есть экономия. Да, 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 рынки, в принципе, разделены, и Индии, и Китая хватает, скажем так. Взаимодействие с Россией, например, тот же самое взаимодействие с Россией, в общем-то, да, на сегодняшний день мы можем поглотить и индийские, и китайские товары. Вот, да, мы готовы, мы открыты к этому. Просто, с другой стороны, что индийцы пока на сегодняшний день не столь широко, как китайцы представлены на нашем товаре, на нашем рынке, да, их товары. Вот, ну, я думаю, это вот ближайшее будущее. Еще 10 лет, наверное, и Индия действительно будет широко представлена. Просто есть предметы, да, которые неосезаемые, неощущаемые. Мы видим, например, телефоны те же самые, да, это какое-то железо, это материальный предмет. А вот софт, который, да, программное обеспечение, оно часто бывает индийским, да, индийскими руками, индийскими специалистами сделано. И индийские специалисты на сегодняшний день очень востребованы во многих европейских, американских, ну, вообще мировых компаниях. Я видел такую статистику, не могу за это ручаться, в общем-то, да, что в мире примерно где-то 27 миллионов, в общем-то, да, программистов высокого уровня. Из них 6 миллионов это индийцы, индийского происхождения. Поразительно, конечно. Раз уж мы говорили тоже о РИК, БРИК, о БРИКС, российско-индийские взаимоотношения. Вот если дать им характеристику, не углубляясь особо в советскую эпоху, потому что мы много знаем о том, что там было сближение где-то, но современные российско-индийские взаимоотношения, вот насколько они тесны. И тот же сам БРИКС это взаимодействие как бы обуславливает, укрепляет. Одним словом, как сказать, недооцененный, на мой взгляд. Недооцененный. Да, в том смысле, что можно было бы ожидать гораздо большего от этого взаимодействия. Но ведь динамика разве за последние 15-20 лет, она не внушительная? Она внушительная, да. И вот, например, Индия в прошлом году, в 2023 году, показала, что у нас товарооборот порядка 65 миллиардов. Но вот в этом году, я статистику смотрю, она будет ниже. То есть мы к 2030 году должны выйти на показатель 100 миллиардов. Чем мы полезны друг другу? Чем мы торгуем друг другу? Мы в основном ресурсами торгуем, конечно же, в общем-то, да. В первую очередь мы ресурсы предоставляем углеводороды, алмазы, которые сегодня, в общем-то, ограняются. Вот в Индии атомная промышленность, в общем-то, у нас хорошо представлена на территории Индии. Но и наш столб, скажем так, да, круеугольный камень о взаимоотношении со времен Советского Союза, в общем-то, это военно-техническое сотрудничество. Вот здесь примерно 50% всего вооружения, перевооружения – это российское представительство компании «Оборонпрома». Вот и, соответственно, в общем-то, традиция не нарушается. Марат Зуфарович, и финальный вопрос. Какими вы видите перспективы Индии в рамках БРИКС? Всегда трудно заглядывать в будущее, в общем-то, но вот экономический форум, который Петербургский проходил в июне этого года, он примерно определил, в каком, в общем-то, векторе развития у нас будут отношения между Россией и Индией, и какую роль будет Индия иметь в этом проекте. Раис Татарстана присутствовал, в общем-то, да, на этом мероприятии и сказал о том, что у нас очень широкие перспективы взаимодействия с Индией. Прошлый год показал серьезный рост товарооборота – 168 миллионов долларов, в общем-то, да, это прилично для нашей республики. И для нашего города тоже очень приятная такая новость. Нарендра Моди при встрече с Владимиром Владимировичем Путиным 9 июля говорил о том, что будут отгрываться консульства в двух новых городах, это в Казани и Екатеринбурге, и будет обмен студентами увеличен, что очень приятно для нашего города и для нашей республики. Еще, что немаловажно, да, что приятно для наших предпринимателей, которые говорят о том, что у нас мало возможности взаимодействия с индийцами, это прямой рейс между Казанью и Дели. Вот, это тоже, в общем-то, да, предполагается в ближайшей, в общем-то, перспективе, рассматривается такая возможность. Если у нас будет взаимодействие с Индией в IT-отрасли, да, в алмазной, атомной вооружении, как таковой, да, в фармацевтике, где очень сильны индийские такие начала, в общем-то, да, это будет приветствоваться. Ну, хорошо, пожелаем тогда Индии удачи в рамках БРИКС, безусловно, будем ратовать и болеть за российское углубление в разных сферах и расширение типа взаимоотношений между Россией и Индией. А я напомню, дорогие зрители, сегодня мы говорили об Индии и БРИКС, и в гостях у нас был кандидат исторических наук, доцент кафедры регионоведения и цифровой гуманитаристики Института международных отношений и истории Востоковедения Казанского федерального университета Галиулин Марат Зуфарович. До новых встреч!